Здравствуйте, друзья! Я хотел рассказать, почему мне пришлось вернуть обратно камеру Sony ZV-1. Я ее специально купил, чтобы ходить для бродилок вдоль океана, вдоль, я не знаю, там чего, по городу гулять. И камера позиционируется, как какой-то прорыв, знаете, в блогерских камерах, влоги, да, для влогеров. Для влогов, видео. Там действительно есть какие-то фишечки замечательные, но, понимаете, как вот, допустим, если стоит дом с прекрасным видом, мы говорим, какой вид, и вы приходите посмотреть на этот дом, и выясняется, что у него электричества нет, значит, вода в колодце, стены съедены термитами, крыша протекает, и, говорят, идеальный вид, это правда, но жить нельзя, понимаете, в этом доме. То же самое получается с этой камерой. Значит, первая, она трясется. То есть, грубо говоря, вот эта стабилизация, которая в ней есть, ее все равно как нет. Там даже три уровня стабилизации, которые на самом деле один. Значит, один уровень, это вообще отключено, второй уровень, это стандартное, а третий уровень, это активная такая стабилизация. Вот все три уровня равны первому, то есть, как отключено. Ну, то есть, грубо говоря, так, вы не можете ходить с этой камерой и снимать. Все трясется, вот так болтается, в общем, катастрофа полная. Я пытался снимать с ней в автомобиле. Думаю, может, в автомобиле что-то. И не то, что там, знаете, ухаб какой-то на дороге, и даже не то, что колодец. Знаете, бывает колодец какой-нибудь, ты по нему там громыхнешь, да? Просто дорога, просто вот, я не знаю, что вот она вот так вот постоянно трепыхается, и это все видно. То есть, настолько там нет вообще никакой стабилизации. И дальше там еще тонкий момент. К этой камере есть за 100 баксов такая, как бы она тренога, но она же ручка, и она там, значит, Wi-Fi общается с камерой, и на ней есть фактически две функции. Первая функция это зум туда-сюда. Хотя зум там надо сказать, чтобы нашим врагам такой зум, понимаете, там одно слово. И, значит, зум и включить-выключить. Ну, там еще для фотоаппарата есть, если ты хочешь именно фотки делать, то же самое есть для фотоаппарата. Вот, собственно, все, 100 долларов. Но какой же смысл это все, если включить ее я и так могу? Этой камеры можно реально снимать только на штативе. Потому что если это не штатив, то уже сама камера, уже все. Зачем же мне рукоятка за 100 долларов к камере, которую я все равно не могу снимать на ходу? Понимаете? А если я снимаю на штативе, так и рукоятка не нужна. Она, в общем, полный какой-то абсурд. Знаете? И ты потихонечку, потихонечку, так вот, от того, что ты прочитал, так сказать, как там ее позиционируют, тогда, когда ты начинаешь понимать все больше и больше, что на самом деле происходит, то это просто какой-то зашкаливающий абсурд. Просто что-то невероятное. Она не безумно дорогая, эта камера. Она стоит там 750 долларов. Плюс ручка за 100. Ну, можете ручку не покупать. Все равно она никому не нужна. Ну, допустим. У меня есть камера Sony Alpha 7. И это более высокого класса. Она стоит на штуку больше. И они чем-то похожи отдаленно. Но Alpha 7, конечно, повыше классом. Слушайте, я могу на Alpha 7. Я могу поставить ее на штатив. Она у меня стоит дома на штативе. Я стримы с нее снимаю. Ну, ну, в принципе. То есть, у вас может не быть более дорогой, более хорошей камеры. Но все равно вопрос, зачем вам это-то вам? Зачем? Что с ней снимать? Дальше у нее есть удивительное качество, друзья. Она здорова перегреваться. Перегревается она буквально на ровном месте и от ничего. То есть, я даже не говорю о том, что, скажем, я ее там, если я поставил где-нибудь на солнышке, например, на дэшборде автомобиля. Но у меня все остальные камеры, которые были, все на дэшборде автомобиля стояли и нагревались, но никакая не отключалась через 2 минуты. А эта отключается. Мало того, она отключается, даже не когда перегревается, а иногда так спонтанно. Знаете, вот вроде снимаешь, так вот там смотришь, там 15 минут пропало куда-то. Причем она сама выключается и сама включится. Да, нагревается она независимо ни от чего. То есть, вот это может быть, допустим, какая-то качественная съемка, ну скажем, там 4К. Понятно, что 4К она больше нагревает. Тут дальше, с точки зрения вообще вот этих Кей, которые там есть, тоже очень интересная картина. Значит, если ты хочешь снимать на 60 кадров в секунду, что я делаю всегда, потому что я в движении, мне важно, чтобы так не смазывалась картинка. Если ты хочешь снимать на 60 кадров в секунду, то 4К у тебя не будет. То есть, оно на 4К только 30 кадров в секунду дает. Промежуточно вот это вот 2К, к которому я более-менее пристроился, и вроде оно ничего. То есть, меня устраивает 2К. Но там его нет. То есть, 2К на 60 кадров в секунду меня бы устроило. И во всех камерах там небольших это есть, которые даже не за 750 долларов, а даже за 300. В них это есть. А в этой нету. Поэтому получается так, ты можешь снимать 4К, но тогда же поставить на штатив, и вот это вот все, но это не блогерская камера. То есть, ничего блогерского там нет, даже близко. Там есть микрофон, про который, встроенный, про который говорят, такой микрофон вообще, там 3 части в этом микрофоне, он там такой. Ничего особенного. Ну вот так, как бы сказать, ну микрофон. То есть, столько восторгов, столько визга, писка и так далее по поводу какого-то там микрофона, я не знаю чего, ничего такого там нет. Тем более, что я все равно обычно там пытаюсь снимать там как-то на внешний, но я не против, когда есть хороший встроенный. Вот я сейчас на камеру снимаю DJI Osmo Packet и на ее встроенный микрофон. Ну, ничего плохого нет, если в камере есть микрофон, не нужно ничего лишнего на себя там навешивать и так далее. Ну, в общем, мудрил я, мудрил, мудрил, крутил, вертел, все, думал, куда мне ее пристроить, эту камеру. Я не люблю возвратами заниматься, честно. Вот я как бы склонен, если даже не очень удачно, то все равно как-то не возвращать. Но тут уже просто сил нет. Вместе с палкой и там еще чего-то, налоги насчитали, там за 900 долларов все вместе получилось. Я думаю, ну это чересчур уже, чтобы держать дома такое, что тебе нафиг не нужно. И, в общем, такая история. Я купил почти одновременно две камеры. Еще была камера DJI Osmo Action, на которую я сейчас снимаю в автомобиле. И у меня тоже к ней есть претензии. И я на самом деле подумал, что я и ее сдам. Но выяснилось, что уже месяц прошел. Неделю назад прошел месяц. Я долго пытался к ней пристроиться, пристроиться, опять пристроиться, снова пристроиться и так далее. И я более-менее подстроился под нее. То есть я знаю, как с ней, так сказать, с этими дел. Но в конечном счете вот вышло так, что она у нас остается. Ну, будет резервная камера. Значит, основной, видимо, для съемки в автомобиле будет GoPro 8. Я тоже колебался. Вы не знаете, вот сколько я всяких там переживаний у меня было. Какую, что, чего. Я смотрел, изучал, читал, внимательно комментарии, там, что люди пишут. И мне на самом деле очень существенно, чтобы был вход внешнего микрофона, вот этим, этот джек, там, 3,5 миллиметра, штырек. Вот. И GoPro такой разъем сама по себе не имеет, но есть такой, как бы, футляр к ней. Они это называют мод. Кейс могут назвать. Вот, ну, GoPro называет это мод. M-O-D. Вот у них есть такой мод, называется Media Mod. И если камеру в него запихнуть, то там уже появляются дополнительные какие-то разъемы, в частности, вот есть разъемчик для 3,5 миллиметра джека, для микрофона. И это было решающим в моем выборе, потому что я уже думал, может быть, снова мне вернуться к Sony FDR-X3000, которая, так, вроде бы и ничего, но внешний микрофон с ней не работает. А писать на какой-то отдельный носитель мне не хотелось. мне хотелось все-таки писать на основную камеру. В общем, какие-то свои там заборочки, блогерки. Я еще не люблю переходники всякие. Вот, допустим, можно было не покупать этот Media Mod для камеры GoPro 8, но есть переходничок, но я не могу. Камера к ней болтается, как эта вот болтушка тут, а в нее там еще что-то, и вот сейчас начнет цепочки эти развешивать. Терпеть не могу. Вот, меня лично это коробит. То есть, наличие переходника абсолютно не отвечает на вопрос, почему нельзя ваткнуться напрямую. Поэтому я предпочитаю напрямую. В общем, такие соображения. все, друзья, мы ждем, через пару дней подойдет GoPro 8, и я еще не знаю, что с ней там будет, как она мне зайдет, но пока вроде я из того, что я прочитал и всякие ревью смотрел там и вычитывал, вроде бы ничего, вроде бы ничего. Она и сама там не безумно дорандом, стоит 300 баксов и 80 долларов стоит к ней этот мод. Ну, вот, за такие деньги примерно. там идет. Они все примерно в эту стоимость, в эту сумму. Хотя, Sony FDR сейчас подороже вроде стало, там чуть ли не к Питис. Там не приближается. Такие дела. Все, друзья, вот, рассказал из опыта блогерского, значит, почему вот эта камера абсолютно, я имею в виду, Sony ZV1, почему она не блогерская, почему она просто никуда не годится. И я подумал, что на самом деле я лучше потрачу некоторое время на то, чтобы подразобраться хорошенько с камерой, которая у меня уже есть, и снимать не только стримы, но вот интервью, допустим, такие вещи. Единственное, вы знаете, там недостаток, когда видео снимаешь, в этих камерах больших, там 30 минут дает, потом надо выключиться и заново пойти. если ты не выключился и заново не пошел, то ты просто потерял все, что за пределами 30 минут. Отдельная такая заморочка, ну, ну, в общем, что с этим делать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!